добрый день дорогие друзья чайник здесь и сегодня я хотел бы вам рассказать про такие свечи как собственно fl 7м кей газю бобы который я уже обозревал и c3 киви equals собственно что я хотел бы про них рассказать во первых слева вы можете наблюдать свечи которые были смазаны и профильмованы справа свечи которые не смазаны не профильмованы и наше сегодняшнее сравнение будет состоять в том что мы сравним их звук непосредственно звук тактильность непосредственно вот в таком состоянии вытащенным потом я из данной клавиатуры выдачу свои тангерины вставлю в них эти свечи то есть последовательные мы будем с вами проверять их так сказать слушать как они ощущают ощущаются по звуку по тактильности непосредственно в борде давайте же начнем но небольшая предыстория и слова благодарности собственно вот данные свечи мне предоставил один из подписчиков вячеслав вот он же мистер дружок можете можете встречать в принципе на моих стримах вот за что ему огромное большое человеческое спасибо он до сих пор их ждет пока я их ему вернула уже прошел наверно месяц или даже больше вот в связи там с болезнью с другими роликами я не смог этого сделать раньше и соответственно скоро я ему верну их честно вот в общем сейчас их проверим по поводу киви киви мне приехали официальные языки компании то есть из той компании которая собственно их продает оригинально вот они якобы бракованные и я расскажу сегодня в чем состоит их так сказать бракованность да то есть на практике как я с этим столкнулся и как они у меня как они у меня ощущаются и так давайте начинать первые давайте пускай будут как раз таки fl 7 м кей что я хотел бы сказать по поводу них в стоке послушайте их стоке так в стоке они достаточно громкие у них достаточно сильно звенит пружина прям ну ощутимо сильно за ним пружина также они немного так сказать не плавные то есть как сказать из четырех штук которые мне попались из них наверное одна штука была плавная один свеч был плавный три других были какие-то неконсистентные то есть ощущение от нажатия будто вот немножечко она как-то вот скоблит стеночки получается топа и хаузинга вот по тактильности тактильность ну она весьма средняя в стоке то есть ну даже такая средне слабо я бы сказал то есть на уровне как раз таки тех самых c3 equals это наверное вот я сейчас трогаю c3 equals киви они более тактильные чем соответственно fl 7 гей то есть я вот сейчас нажимаю и я ощущаю что тактильности в них не так уж и много они едва едва так сказать дотягивают до тактильности по поводу бампа бамп тут такой вогнутый я не знаю как его описать то есть нажимаешь и ты как бы вот так вот проваливаешься в этот бамп то есть он он не ощущается округлым как в том же тех же газе бобах вот тут он как бы сразу уходит в такой вниз то есть как бы он сразу прожимается да сейчас попытаюсь показать то есть сразу проживается то есть вот я сейчас чтобы показать вам на камеру то есть он он вот как бы он сразу уходит внутрь то есть вот в этот момент вот в этот вот момент да вот как вы видите да я нажимаю и вот тут вот тут вот как раз таки есть это самое тактильность в самом самом начале вот но это не ощущается как какой-то щелчок переключателя например света до или какого-то тактового переключателя а вот нажимаешь и он как бы вот есть тактильность но она около нулевая то есть если вы будете быстро нажимает на эти свечи вы тактильность практически не будете ощущать из плюсов я хотел бы отметить то что стэм достаточно длинный то есть если вы полностью прожмете его то стэм выступает немножечко над топом таким образом получается что черепи к по череп профиля на клавиатурах с северной ориентации диодов не будут биться об свеч что я считаю несомненно плюсом и для многих моих подписчиков это оказалось очень важно также из того что я заметил после смазки после смазки тактильность никуда не ушла то есть она абсолютно такая же как и в смазанном свече то есть абсолютно такая же нисколечко практически не поменялось но соответственно звук звона пружины вообще пропал то есть послушайте вот звук звона пружины совсем пропал то есть все стало гораздо более так сказать звук стал бы гораздо более глубоким он стал более таким влажным если правильно можно так выразиться то есть он такой появился такой нежный сок как как правильно сказать это да на русском в общем звук стал гораздо лучше в сравнении с а со стоковыми свечами и соответственно после смазки вот эта вся шероховатость которая присутствовала вот это не консистентность нажатия в плане шероховатости если хотите эффект песка на минималках они пропали то есть просто просто пропали то есть вот теперь это вполне себе годный свеч если они бы стоили до условных там не знаю трех тысяч рублей то это были бы офигенные свечи но они стоят наравне с газе бобами из c3 equals 4000 рублей вроде как то есть если сравнивать стоковую версию клавиатуры вот они стоят примерно получается 4000 рублей то есть наравне с этими свечами и я бы на самом деле на вашем месте задумался то есть если вы покупаете клавиатурная этих свечах подумайте в сторону более дешевого аналога на каких-нибудь к и ловских свечах которые вы можете продать за условные 2000 рублей докинуть вот те самые 2000 рублей разницы и купить себе более крутые свечи при том у вас будет выбор то есть можно будет сайлент свечи купить можно будет дураки т1 купить можно будет дуракала купить и так эти свечи откладываем далее идем газюбобы газюбобы мы с вами рассматривали да что в стоке пружина не звенит что в смазанном состоянии смазанном состоянии смазанном состоянии газюбобы стали тише вот этот сок стал более действительно более благородным более ну так сказать в меру я бы сказал влажным и в общем звук стал офигенным и ощущение от свеча остались теми же то есть никакого так сказать отсутствие бампа до при смазке ничего такого нет то есть звук стал круче ощущения стали круче все прям вот все хорошо то есть бамп никуда не делся далее как раз таки ситри класс кири слушаем слышите вот этот звон вот пинг да вот это стоковый свеч вот у него дико звенит пружина наравне собственно с свечом от файл 7м кей я не знаю кто производитель честно и послушаем теперь смазанность вещь он вообще тихий очень тихий невероятно тихий вот теперь я вам расскажу про разницу между этими свечами в стоковом состоянии и ну по ощущениям до в стоковом состоянии с маслом состоянии вот в чем в чем отличие тут бамп стал чуть более смазанным я не знаю с чем это связано я не мазал ножки я мазал свеч правильно но тут бамп ярче тут бамп явно ярче он соответственно не совсем в начале пути то есть вы чуть-чуть прожимаете его и вот потом происходит бамп да то есть потом вот только вот жмете вы в него входите он тоже такой же примерно округлый то есть вот такой выпуклый как и у газюбов но чуть менее чуть менее яркий в стоке вот таким образом тут вот тут он стал менее ярким и соответственно на некоторых свечах которые у меня есть бамп вообще ушел то есть вот свечи стали линейными чем я это собственно хотел бы связать мне кажется что бракованная партия как раз таки состоит в том что часть свечей при их вскрытие теряет свою тактильность потому что лиф был изначально прижат там как на заводе возможно собирался и вот он был правильно прижат а после того как вы его разбираете он немножко расслабляется и когда уже собирать его обратно соответственно той упругости которая была изначально ну он лишается и больше я в принципе ни с чем этого связать не могу мне нет никаких других загады догадок потому что в стоке у меня все свечи из бракованной партии были тактильные вот достаточно так сильно хорошо тактильная и все с ними было хорошо кроме определенного звона пружин вот но который достаточно легко устраняется как раз таки смазка этих самых пружин в то же время смазанные свечи некоторые то есть там где-то процент у меня брака получился ну где-то штук наверное 5 до из 70 они стали гораздо менее тактильными и на уровне буквально на уровне линейных свечей вот собственно как-то так но тем не менее мне хватило этих 65 штук и там 66 не по 67 у них 72 положили для того чтобы собрать вот данный борт который относительно данную на стриме собирал можете посмотреть скоро будет обзор вот как то так теперь давайте послушаем и посмотрим на ощущение этих свечей непосредственно в клавиатуре вот я сейчас прямо при вас вынуть своей основной в данный момент клавиатуры свечи тангерины у меня стоят в 2 и вставлю те свечи которые увидите на своих собственно экранах авария авария так поехали вынимаем аккуратненько свечи аккуратненько не забываем что у данного борда южная ориентация диодов чтобы не пакнуть ножки мы так поехали и знать значит сначала газюбобы я напоминаю да не смазанный смазанный то есть f смазанный g не смазанный далее смазанный если что нет наоборот смазанный так секунду не пошел так смазанный так смазанный не смазанный далее f l7 кей смазанный и не смазанный так что там не пошло опять не пошло как не везет мне с этими свечами боится отвратительно так все правильно жестко все правильно так поехали поехали итак смазанный не смазанный давайте немножечко подвину все-таки сейчас я подвину немножко стол давайте ладно я подвину немножко камеру и соответственно вот так вот сделаю слушаем смазанный то есть примерно вы можете ощущать да сейчас по тактильности скажу но опять же да я их так и выстроил по тактильности 1 по тактильности я считаю газюбобы потом си 3 киви потом фр семн кей вот f l7 кей как я предполагал практически как линейные ощущаются как линейные ощущаются особенно после смазки не знаю смазанные газюбобы смазанные смазанные си 3 киви смазанные си 3 киви смазанные мне больше всех нравятся киви все-таки они тише хотя у газюбоб есть такой благородный сок не смазанные хуже всех не смазанные звучат fl7 кей вот тактильность соответственно у них около 0 я реально говорю то есть их выстрел вот прям по тактильности ну собственно собственно как то так вот в принципе это все на этом наверно все я бы из этих трех свечей тактильных рекомендовал бы реально газюбобы u4t потом по убыванию соответственно наверное рекомендовал бы c3 equals если мы берем тактильность до тактильности общее впечатление то есть в стоке газюбобы очень даже очень даже ничего то есть мне очень нравится что в стоке они их можно использовать абсолютно так же как и звук различия в звуке есть но они не сильно большие а вот тактильность и плавность абсолютно одинаковые что у смазанных что у стоковых вот поэтому ребятушки я вам настоятельно рекомендую наверное все таки не смотреть в сторону и не слушать так сказать блогеров которые говорят что это супер крутые свечи не супер крутые они просто нормальные то есть но по тактильности вот я вам говорю на собственном собственно опыте то есть пожалуйста я попробовал их потрогал я вам честно говорю по ощущениям они не сильно тактильные у них тактильность ну крайне посредственно вот честно крайне посредственно не думайте что это панацея от всех ваших бед болезней с клавиатурой нет не стремитесь покупать клавиатуры переплачивать за нее там две-три тысячи ради этих свечей не надо купите клавиатуру на на свечах попроще подешевле на две там три тысячи получается суммарно и просто продайте их и купите на вот эту разницу какие-то другие свечи например вот те которые рекомендую в данном видео или рассмотрите другие свечи к покупке а с вами был чайник подписан на канал ставьте лайки ставьте комментарии оставайтесь со мной на связи я скоро возвращаюсь уже вот прям вот в стрим-лайн так сказать не стрим не стримы буду устраивать чаще хотя это тоже скорее всего видео видео будет выходить чуть чаще чем во время того момента когда я болел вот всем еще раз спасибо за внимание всем пока